Обвиняйте людей во всём! Мужик, нельзя улавливать! Ты чё? Пухоньер! Пухоньер! Убирайся вон из Испании! Действительно очень-очень страшно, что такой менталитет. Очень-очень страшно. Я бы дворником, наверное, хотел бы быть. Жалуется, смотрите. Потому что жалуется, говорит. Сволочи, срач какой! Какой срач за вами убирать! Испанцы! Мне прямо вот захотелось так, знаете, бежать! Бежать отсюда, если линей! Всем здравствуйте! Я вот решил тут пройтись вообще-то, а потом что-то так захотелось пробежаться, и я пробежался немножечко. Пробежался немножечко, а потом вот... Думаю, пойду, пройдусь по променадику. Мне тут нравится один такой променадик. Вот я сейчас зашёл на него. Такой классный здесь променад. Он практически с гибралтаром. Ну вот, такое, знаете, можно было бы сделать такое классное место. Я не помню, показывал ли я его когда-нибудь вам или не показывал. Но сейчас я покажу, как вот он выглядит. Вот как он выглядит сегодня. Знаете, вот я шёл и я думал, как побыстрее отсюда уйти. И так, с меня льётся пот, потому что я только что вот пробежался. Короче, переключаю себя потного. Здесь табличка, кстати, о том, что в этом заливчике водится вот всякая такая вот живность. Их нельзя доставать оттуда. Вот там всякие ракушечки такие вот под охраной, короче, под охраной. Так, это гибралтар. И вот там вот такой вот маленький пляжик такой. Сейчас мы его увеличим. Это гибралтарский пляж для гибралтарцев. И с другой стороны. И с другой стороны горы тоже есть. Такой же маленький. Так, этот, по-моему, называется Вест. То есть западный. Ой, да, западный, а тот Ист. Или наоборот. Ну, я, короче, не помню просто, какой там Вест, какой Ист. Вот. Всё спокойненько. Ну что, пошли. Ну, вот сами смотрите. Вы знаете, мне сразу вспомнилась. Вот вспомнилась история. Знаешь, из своей же жизни вспоминаю вам. Всё же рассказываю. Всё же по сценарию. Знаете, я вот сейчас вот прямо вот написал сценарий. Сам вот реквизит расставил. Знаете, чтобы показать, как в Испании бухают. Это же испанцы, представляете. Сейчас уже куча мне будет этих хейтовских комментариев. Убирайся вон из Испании. Раньше из Латвии меня всё угнали. Сейчас будет из Испании. Убирайся нафиг отсюда, мигрант. Что ты делаешь тут в Испании, если тебе всё так не нравится. Я извиняюсь, что я вам это всё показываю. Но вы должны знать реальность. Мой блог – это блог о реальности. О том, как есть на самом деле. Я миллион раз это говорил. Чтобы вы не смотрели все эти, знаете, чудо-блоги такие, которые постановочные. Покупка недвижимости в Испании. Да, покупайте, пожалуйста. Покупайте, решите пройтись по променаду. Курочка, может быть, там вы докушаете. Здесь стоит мусорка. Зачем мусорку выкидывать? Зачем? Если можно положить вот так вот рядом. Поставить. Зачем? А история мне вспомнилась. Ой, я весь потный такой. Я просто решил пройтись. У меня даже не спортивная майка, слушайте. Вот я шёл, и мне прямо вот захотелось так, знаете, бежать. Бежать отсюда из линей. Я начал бежать. Но недалеко убежал. Видите, я буду так иногда вытираться. Потому что всё ярко. Ну, слушайте, вспомнилась же мне история. Вот я вот думаю. В Бресте я учился на подготовительном отделении. Я же с первого года не поступил. И пошёл в Брест на подготовительное отделение учиться. Ну, такая группа там была классная. Вообще классная группа была. Мы как бы все были такие объединенные. В общем, наверное, несчастен, что нас никто не взял. Ни один университет нас не захотел. Вот. Ну, мы такие все были, конечно, ограничены в финансах. Потому что... Ой, я думаю, ой, как вспоминаю тогда вообще. Как сильно было всё ограничено в финансах. Мама не давала вообще денег. Мало вообще. Ну, не знаю. Может, была обижена, что я не поступил. Что уже столько бабла в меня взбухало. И репетиторов, и всё. А я всё никак не мог поступить. Эх, бывает. Ну, я сейчас, конечно же, знаю и думаю, блин, как хорошо, что я тогда не поступил на юридический. Я хотел быть прокурором. Обвинять людей во всё. Обвинять их. Вот он, пляжик там за моей спиной. Ага. Видите, вот сейчас бы я там прокурором работал бы в Беларуси. Угу. И блог бы свой вёл. О том, как я там обвиняю всех. Была бы мне счастливая жизнь. И, друзья мои... Подождите секундочку. Так, слушайте, может быть, проберёмся нелегально в Гибралтар. Прикиньте, как здесь. Можно так вот тропиночка. Тик-тик-тик. А там что переплыть-то? Что там переплыть-то? А хотя нет, вот пляж прям огорожен, огорожен так у них. Видите? То есть тут уже вот это Гибралтар. Тут уже Гибралтарцы живут. Но вот переплыть нельзя. Там где-то как-то отдельно какой-то вход должен быть, наверное. Потому что они не хотят мигрантов, видите? Не хотят мигрантов. Не хотят таких, как я. Так. Ну, слушайте, мы подбухивали. Что нам 18 лет? Что нам не подбухивать-то? Мы нормально так собирались. Водочки выпьем. И на дискотечку пойдём. Я-то тусить-то любил раньше. Ну, я и сейчас как бы люблю тусить. Просто, ну, как часто уже не тушу, знаете. Но у меня вот это вот. Мне, как говорится, главное начать. Вот ты начнёшь, а уже остановить меня тяжело. Поэтому я всегда вот до победного, знаете, там до конца. А, если уходить, то я последний ухожу. Так. Так что она там орала за мной спиной, там, спанка эта. Пойдём сейчас в сосновую рощу. Покажу. Вот, видите, такая сосновая рощечка здесь. И какая-то вот недостроенная площадь или что-нибудь. Ой, простите меня, пожалуйста. Что-то денег нету, что ли? Мемориал жертвам Павидло они, значит, в Мадриде построили. А в Ляленее площадь оформить нельзя вообще. Ну вот, слушайте. Я не помню, у нас не было реально денег. Мы там нас кривём с каждого. Купим бутылочку. И пойдём куда-нибудь припихнуть её в лесополосу. Что там в Бресте? Буг. Река Буг. Вот я помню, куда-то там ходили. Ну, слушайте. Что мы там, какой-то паштет купим с хлебом закусывать. Я думаю, господи, какие были времена детские, юношеские. Но, слушайте, ну вот никогда. Ну вот никогда. Какие бы мы там пьяные не были, чтобы вот так вот в парке оставить там вот так вот бутылки, банки и уйти. Ну, нет. Хоть до ближайшей мусорки, но мы всегда донесём. Мы всегда донесём. А тут вот так. Зря я, конечно, пришёл в рощечку, потому что здесь просто мина на мини. Мина на мини собачья. Вот вам реальность. Реальность Испании. У меня есть какая-то комментаторша или две комментаторши. Я не знаю, кто там. Но я вообще просто поражаюсь. Вот их... То ли они так хотят защитить Испанию, то ли собак, то ли собаководов. Я не знаю. Вы мне напишите, как я думал. Когда я рассказываю о том, что здесь ну как бы везде мины и бомбы собачьи лежат прямо вот на тротуаре. То есть ты идёшь. Вы... Я понимаю, что вы немножко... Ну, как сказать... Думаете, что я преувеличиваю, да? Что типа вот в Латвии этого не было. Там или в Беларуси, или в России где-то нету. Конечно, это есть везде. Ну, не везде есть те собачники, которые не убирают своими животными. Ну, везде. Ну, просто здесь реально... Ну, ребят, ну, я пожил. Ну, я пожил. Я и в Латвии, и в Швеции, и в Англии жил. Ну, в Беларуси, естественно. Поездил я тоже же. Ну, я же ездил. И по Азии я поездил. Бали, Таиланд, Вьетнам. Камбуджи не было. Хочу очень. Господи, Малайзия. Сингапур. По Европе я поездил. Понимаете? Ну, и мне есть с чем сравнить. Ну, мне есть с чем сравнить. Вы понимаете? Потому что здесь это вот умножьте на 20. Вот умножьте на 20, и получается вот... Я не преувеличиваю, друзья мои. Это действительно очень-очень страшно. Что такая... Такой вот... Такой менталитет. Очень непри... Очень страшно. Потому что городок милый. Но люди, его населяющие, делают его, конечно, ужасным. Именно люди. Это безо... Это людская проблема. Это не города проблема. Так. А, и пишут мне... Первая мне написала... Наверное, это коты. Я вообще не представляю. А, как-то она еще такая расписала. Они ночью выходят на тротуар. Значит, я вообще не представляю, что должно заставить, например, какого-нибудь такого моего люминуса. Выйти ночью и на тротуаре сделать свое дело. Я говорю, господи, да чего люди? Вообще просто отключка там полнейшая, по-моему. Где вы видели кота, который не заскребает за собой? Вообще, покажите мне такого кота хотя бы одного в мире. Найдите, который готов выйти вот так вот на улицу. Сделать свое дело и уйти. Ой, бред вообще. А потом кто-то написал, наверное, это дикие собаки. Бездомные. Бездомные собаки, они бегают и стирают для оленей. Здесь, кстати, нету бездомных собак. Бездомных собачек тут нету. Это позитивно. Это позитивно. То есть все пристроены как-то, где-то, куда-то. Ну вот, по рощечке как бы мы с вами немножечко погуляли. Так мне непосредственно вспоминается Латвия. Любовь моя. Все-таки всегда хочу вам всегда показывать красоту и позитив. Пусть он даже немножечко не омрачается. Смотрите, какой интересный кактусик. Какая интересная композиция. Вот это тоже такой интересный. Видите, разовый цвет, нет? Махины какие. Я, кстати, когда летел, то, по-моему, в журнале AirBaltic было статья о... Да, AirBaltic. Потому что AirBaltic начинает летать в Марокко. И в Марокко есть парк кактусов. Там что-то как-то это тоже связано с этим... Господи, ну все, мозг отключается от жары. И в Сен-Лорану как-то там что-то помогало мне. Было бы прикольно съездить, смотреть, конечно. Как-то он там на частные средства содержится. Кстати, вот посмотрите, это местные дворники. Видите, какая у него велосипед с... Как можно сказать? Со ступой. С метлой. Жалуется. Смотрите, потому что жалуется, говорит. Сволочи, срач какой. Какой срач за вами убирать. Испанцы. Вот так вот. Хотелось бы взять у него интервью. Скажите, было бы прикольно взять интервью. Он взлетает. Полетел? Где ты там? Пока. Взять у него интервью, вот сказать вот... Ну а вот как к тебе работать? Почему к тебе вот так вот относятся люди? Вот как к тебе работать? Вот ты каждый день выходишь и убираешь от этого все. Ну как? Вы, кстати, любимые мои не думали, например, ну вот... А когда уже придет там время... Ну, может быть, для кого-то и пришло уже, знаете... Ну, когда уже идешь на пенсию... И как-то вот ты ничего не делаешь. Не знаю, вот как вот. Может быть, у меня есть такие... Я не знаю, что есть. У меня же есть там 65 плюс. Кто смотрит, по-моему, 12 либо 13 процентов у вас. Вот вам цветочки показываю. Хорошая моя. Ну вот, я просто о чем? Я вот думал... Вы знаете, о чем я думал? Я часто думал, еще в Латвии думал насчет этого, что... Вот если когда я уже там постарею... Хе-хе-хе-хе... И пойду на пенсию через 35 лет. Хе-хе-хе. Ну, хотелось бы чем-то заниматься. Я бы вот дворником бы, наверное, хотел бы быть. Знаете, такая рутина просто есть и физическая активность. Ну, хотя бы там метлой ты пометешь. Знаешь, что еще? Зимой там, конечно, снег уже тяжелее, наверное, да? Все-таки надо... Ну, не так, чтобы дворником там уже работать. Прямо работать. Я вот вспоминаю этого Виктора, моего дворника. С Катрина на Риге. У него там 3 либо 4 двора, знаете, за день вот это пройти. Ну, это тяжело. Он там с поломанной спиной, конечно. Ну, вот так вот один дворик взять, например, и убирать. Ну, только маленькую копеечку. Это не столько ради денег, понимаете? Не за денег, а из-за... Чтобы была рутина, чтобы вот ты чувствовал себя нужным хоть как-то, знаете. Потому что это очень важно. Это очень важно вот чувствовать такое, вот знаете, что идет продолжение. Мне кажется, что люди, они... Пенсия пенсии, да. Но надо продолжать вот какую-то деятельность, да, любую. Мне бы, например, очень хотелось. Так, пойдемте смотреть еще один садик. Это ресторант. Ресторант для Луна. Я, кстати, очень сюда хочу сходить. Вот. Мне одна подписчица написала, Феликс, предложи своим подписчикам, что они тебе высылают донат и пишут, куда тебе пойти, либо что тебе купить и пробовать. Так что, если вы поддерживаете такую инициативу, пожалуйста, я не против. Попробую все, что хотите ради вас. Посмотрите, своя помидорка у них растет. Какая красота. Можно даже сорвать и съесть. Они, наверное... Там вот они, мангал такой. Да, да. Я думаю, что это хороший ресторан, если честно. Потому что, во-первых, там уже насервированы столы. Вы знаете, в ресторанах, когда насервированы столы, то есть, ты приходишь в там уже бокальчики и все, это уже как бы, ну, показаться. То есть, там уже подороже будет всегда. Еще мне советовали сходить вот сюда. Сейчас вам покажу, подождите. Хонг-хонг-хонг. Это буфет такой, знаете, ресторан Тачино. Только сказали, что надо идти сюда на голодный желудок. Там платишь какую-то сумму. То ли 16 евро, то ли что-то такое. И, ну, ешь сколько хочешь. Вот. Так что, если вы вдруг захотите сделать мне подарок в ресторан, все внизу под каждым видео пишу. Посмотрите, это цветок. Такой огромный, слушайте. Интересно будет, когда распустится, да. Но я покажу обязательно, когда распустится. Ох. А все равно, все хорошо, понимаете. Я все равно вот благодарю Вселенную за эту возможность такую. Смотрите. 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 Смотрите.